Визит делегации ученых Московского института мировой литературы имени Горького во главе с доктором филологических наук, заслуженным деятелем наук Абхазии Мариной Щербаковой, начался с теплой встречи в кабинете ректора АГУ Олегу Гварамия. В рамках беседы обсуждались вопросы сотрудничества. Олег Гварамия подчеркнул, что в университете всегда рады видеть друзей. Очень приятно видеть таких гостей в нашем университете. Приезжали делегации и были на 90-летие университета. С такими друзьями не пропадем. Далее в аудитории началось общение со студентами. Доктор филологических наук, член Союза писателей России Марина Щербакова родилась в Абхазии. Ее мама занималась строительством тоннелей, железной дороги, а папа строительством дороги на озеро Рица. Затем семья переехала в Сочи. Чуть позже Марина Ивановна все же приехала на родину. Переломным моментом для нее стал 2003 год. В послевоенное время Институт мировой литературы, где работает Марина Щербакова, поддержал Абхазскую академию наук. В 2003-м 10 сотрудников вуза по приглашению тогдашнего директора Института гуманитарных исследований Василия Авицба приехали в Абхазию. Вместе они организовали большую масштабную конференцию. Увидеть послевоенную Абхазию со следами пуль, осколков и выбитыми окнами, траурными плитами на гумисте для Марины Ивановны было потрясением. Когда пересекли границу, я ничего не видела, слезы, потому что только 10 лет прошло после войны. И с этих пор и тогда меня познакомил Василий Шамонович с Региной. В результате поездок Марина Щербакова взяла к себе на стажировку, а впоследствии и в аспирантуру выпускницу АГУ Регину Авицба. Для диссертации девушки была выбрана тема, связанная с Абхазией. Тарнау – воспоминания кавказского офицера. В процессе совместной работы Марина Ивановна выявила много тем об Абхазии, которые можно исследовать. Регина защитилась, но Абхазию нельзя оставлять. Так возник план издания книги «Абхазия в русской словесности». Первый том был выпущен уже в 2021 году. И это не только литература, это воспоминания, письма, документы. Всё, что написано об Абхазии в 19 и 20 веках. Абхазия глазами русских исследователей и путешественников. Земля апостольской проповеди. Страницы истории Абхазии в документах отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Так называются материалы, собранные в книге. Второй том находится в разработке и выйдет в 2023 году. На сайте Абснотека можно ознакомиться с электронной версией книги. В издание большой труд вложили абхазские и российские ученые. Так красиво оформлены, твёрдые обложки. Но если мы назвали том первый, то и том второй должен выйти. И должна вам сказать, что сейчас уже последние статьи мне корректор присылает, и мы его выпускаем. Но в два раза больше авторов, в два раза больше, в полтора раза больше объём. О чём это говорит? О том, что это нужно? В рамках сотрудничества между АГУ и Институтом мировой литературы возникла идея проводить совместные семинары со студентами и преподавателями. Но началась пандемия. Однако она ещё сильнее укрепила этот процесс. Лекции перевели в онлайн-формат. Именно пандемия, именно ЗУМ поспособствовал тому, что на просторах интернета, в ЗУМе, у нас активно и очень плодотворно заработал наш абхазский семинар. Благодарны Регине как организатору, и, конечно, и Владимир Константинович, и Василий Шамонович, активные участники, авторитет которых привлекал нам больших учёных, деятелей абхазской культуры. 9 марта 2023 года указом президента Абхазии за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией Марине Щербаковой присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Гугуса Вардания, Михаил Вратухин, Абхазское телевидение.